Девушки отдыхают В революции еще в апреле достиг своего исторического максимума и продавался по 64 с лишним тысячи долларов за единицу. Уже через месяц он подешевел до 30 тысяч, а сейчас продается за 36. Аналитики криптобиржи характеризуют данную ситуацию как временное охлаждение рынка и прогнозируют восстановление биткоина до 50 тысяч долларов за единицу. Впрочем, пока объективных причин для его возврата к старым рекордам нет. Как нет и обратных факторов, которые могут спровоцировать мощное падение. Это связано с тем, что крупные инвесторы, которые вошли в крипторынок в течение последнего года, сейчас не распродают цифровые активы, а напротив, увеличивают в них свои вложения. На фоне столь оптимистичного прогноза и снижающихся ставок по депозитам, интерес населения к возможности заработать во всемирной паутине без особого труда растет. Пока комики шутят, называя криптовалюту золотом для сумасшедших гениев, граждане жаждут вложить рубль и получить 100. И у некоторых это получается с помощью так называемого майнинга. Майнинг. Самый популярный вид заработка на криптовалюте. Работает на основе технологии блокчейн. Блокчейн. Это цепочка блоков сложных математических алгоритмов. За их создание пользователь получает небольшое финансовое вознаграждение. По сути майнинг не требует колоссального стартового капитала, солит быструю окупаемость и зарабатывать на нем можно самостоятельно, купив предварительно только видеокарту или жесткий диск. Айсек S19 стоит 620, ну можно наверное найти дешевле, то есть я так вот по верхам посмотрел, 620 он стоит 1000 рублей. Вы его приобретаете, ставите, он начинает майнить в биткоинах, ну тысячные буквально. Перевозят рубли по текущему курсу рубля и по текущему курсу биткоина, 1600 рублей в день он приносит. 300 рублей он тратит электричество в день. Получается 1300 в день. Ну там нехитрым расчетом получается, что срок окупаемости примерно через 400 дней, если он будет работать с 24 на 7. Это можно делать дома, а можно воспользоваться услугами майнинговых ферм. Как правило, это помещение с набором технического оборудования, расположенное за пределами мегаполисов, где электричество стоит в разы дешевле. Связаться с ними можно через сайты, широко растиражированные в сети. Так поступил автомеханик Александр. Он арендовал мощности майнинговой фермы на 30 тысяч рублей. Узнал о сервисе от знакомых, решил попробовать. Выбрал тариф 30 долларов за 200 егэш в секунду с частотой вывода средств раз в месяц. По их калькулятору доход за месяц, в зависимости от курса, должен был быть в районе 13-17 долларов. Ну плюс процент за конвертацию и вывод средств. В первый месяц свои заработанные деньги, чуть меньше полутора тысяч рублей, забрал. Незадолго до второго платежа сайт недоступен. Как и мои оставшиеся вложенные 18-15 тысяч рублей. Обращаться в правоохранительные органы Александр не стал, так как сервис изначально не предоставил ему никакого контракта. И таких случаев мошенничества на криптовалюте становится все больше. Поэтому юристы рекомендуют, прежде чем вкладывать свои кровные, провести тщательное исследование компании и убедиться в прозрачности бизнеса. Комментарии и отзывы в сети не аргумент. Они могут быть частью партизанского маркетинга. Хотя бы реквизиты компании. Чаще всего на сайте есть, знаете, где-то сбоку, внизу, но есть ссылочка, либо размещение реквизитов. Это должна быть компания, индивидуальный предприниматель, может быть иностранное юридическое лицо, но данные о ней должны быть. Имея данные о компании, вы можете в том числе проверить эти компании. У нас, благо, если говорить про Россию, достаточно много публичных ресурсов, достаточно простых. Тот же сайт Федеральной налоговой службы, где, забив ИНН или УГРН-компании, ты можешь получить выписку. Еще один способ заработка на криптовалюте – стратегия HOLD. HOLD – это покупка и хранение криптомонет в виртуальном кошельке с расчетом на рост их цены. Здесь, как на обычном банковском депозите, идут проценты, их называют стейкинг. Выручка за 30 дней – от 1,5 до 20%. Для сравнения, средняя ставка по рублевому банковскому вкладу – 4%. Впрочем, и среди электронных кошельков много поддельных. Их логотипы похожи на добросовестных конкурентов. Схема обмана выглядит так. Пользователь скачивает себе кошелек, пользуется им, а когда хранимая сумма достигает определенного порога, она безвозвратно пропадает. Чтобы так не ошибиться, эксперты рекомендуют пользоваться только официальными сайтами и привязанными к ним кошельками. Важно обращать внимание на каждый символ в адресной строке. Если вы получаете ссылку из какого-то источника, будь то электронное письмо, рассылку в мессенджере, либо просто находите в поисковике. Поскольку с вводом, например, русскоязычных доменных адресов появилась возможность подделки на похожие буквы. То есть это русские A, A, E, E. Латинские L и I выглядят похоже. Какие-то дублируемые символы могут встречаться в адресной строке, на которой не так просто обратить внимание при беглом взгляде. Более сложным финансовым инструментом, чем холк, является трейдинг. Трейдинг – это торговля на криптобирже и заработок на разнице курса криптовалют. Здесь тоже могут встретиться фальшивые сайты обменников и бирж. У них стоимость всех финансовых операций, как правило, сильно ниже рыночной, а объем принимаемых ими платежных систем не ограничен привычными Visa, MasterCard и Kiwi. На этом фоне в интернете появились десятки компаний, которые предлагают хорошо заработать по принципу сетевого маркетинга на манипуляциях с привлечением новых покупателей малоизвестной криптовалюты. И это уже похоже на создание запрещенных в России финансовых пирамид. Здесь все, как в старом добром МММ схеме Понци или пирамиде Бернарда Медоффа, где доходность основана на взносах новых участников. Эта схема приносит прибыль до тех пор, пока не прекратится поток новых инвесторов. И когда этот момент настанет, в лучшем случае организаторы не выплачивают дивиденды поздним участникам. В худшем – просто исчезают, не выплачивая ничего. Уже было достаточно случаев банкротства криптовалюты. Это криптовалюта OneCoin, это BitConnect, когда создавались криптовалюты, выводились на рынок, привлекались инвестиции, и потом, как финансовая пирамида, эти криптовалюты уходили в никуда. Так или иначе, эксперты предостерегают – высокая доходность в криптосфере всегда связана с большими рисками. Поэтому всем желающим заработать на криптовалюте рекомендовано пользоваться услугами только проверенных сервисов. И не вкладывать большие суммы денег сразу. Начать можно и со 100 рублей из 5000. Желательно, чтобы эта сумма не превышала 10% от вашего ежемесячного заработка. Редактор субтитров А.Семкин